Приветствую, друзья! С вами Павел Дугин и Falcon Eyes. Сегодня мы поговорим о зонтах и их применении в фотографии. Павел Владимирович, я знаю, зонтики используются как аксессуары для модели в фотосессии или для того, чтобы ассистент держал зонтик над фотографом, когда идет дождь. Нет, мы говорим не про зонтики от дождя, а про специальные светоформирующие насадки жесткого и мягкого света. Называются они зонтами из-за своей формы и приводящего их в рабочее состояние механизма, схожего с обычным зонтом. Ой! То есть с помощью зонтика можно создавать светотеневой рисунок? Да, вот тут ты прав. Предназначение фотозонта точно такое же, как и у других насадок мягкого и жесткого света. И зонты также делятся на подвиды. Существуют зонты на просвет, зонты на отражение – белые, серебристые, золотистые. Зонты на отражение с рассеивателем, зонты на просвет с отражателем, зонты параболические. Также они различаются по размеру в диаметре. Основные размеры – 60, 90, 120 см. Но бывают и больше, бывают и меньше. С зонтиками на просвет все понятно. Вспышка проходит через зонт, который рассеивает свет. И свет становится таким же мягким, как у софтбокса. Да, можешь посмотреть фото, которое я приготовил для урока. Свет получается мягкий. Однако, так как у зонта нет отражающих поверхностей по бокам, как у софтбокса, часть света рассеивается во все стороны. Что многие фотографы очень не любят. Зонты на отражение работают более направленно, позволяя лучше контролировать световой поток. А поверхность зонтика влияет на цвет и жесткость в портретной фотографии? Отличный вопрос. Да, белый зонт на отражении и на просвет дает более холодный и мягкий свет. Серебряная поверхность дает более нейтральный оттенок, и свет от нее жестче. Золотистая поверхность дает более теплый оттенок по сравнению с серебряной. Также жесткость света можно регулировать изменением расстояния отражающей или рассеющей поверхности по отношению к источнику света. А вы еще упоминали зонтики с рассеивателем. Да, эти зонты уже больше по свету схожи с софтбоксом. Удобное решение для фотографов, которые не любят зонтики, но им очень нравится их мобильность. Ведь обычно софтбокс нужно собирать несколько минут, а зонтик уже через пару секунд готов к работе. Для фотографов, которые работают на выезде, скажем, снимают бизнес-портреты или школьников, это очень важно. Также еще есть менее мобильные зонты параболической формы. Они нравятся фотографам за свой направленный интенсивный световой поток. Их чаще всего можно встретить в студии. На выезде с ними редко работают из-за их размеров. Павел Владимирович, все здорово, но если я приду в магазин, какой зонт-то мне купить? Ну смотри, если регулярно работаешь на выезде и снимаешь только портреты, тебе подойдут зонты маленького диаметра. Еще есть универсальные зонты, например, три в одном. Они могут работать как на просвет, так и на отражение. Золотистые или серебристые. Но если ты часто снимаешь в полный рост и в больших пространствах, тогда тебе подойдут скорее большие зонты на просвет. Плюсы зонтов, помимо быстрой готовности к работе, еще и цена. Средний зонт стоит в пределах 1000 рублей. Это не соизмеримо со стоимостью софтбокса. Поэтому есть возможность докупать ту или иную модель. И скажем, на комплект из трех источников света можно купить три разных зонта. Меняя их в процессе съемки, ты сможешь определиться, какие зонты тебе наиболее удобны. И докупить именно их. На этом все. Надеюсь, было интересно и полезно. Павел Владимирович, все это здорово, но куда вставлять-то? Зонтик. Я это упоминал на прошлом занятии. Ну ок, повторюсь. В большинстве вспышек над креплениями стойки есть отверстие для крепления зонта. Оно оснащено прижимным винтом или угловой пружиной. А также можно докупить отдельный адаптер, если вместо студии вспышки используется накамерное. А я обратил внимание, что в студиях все работают с софтбоксами. А в чем основная разница между софтбоксом и зонтом? Хороший вопрос. О софтбоксах мы поговорим в следующий раз. На этом все. Надеюсь, было интересно и полезно. С вами был Павел Дугин и Falconice. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok